Восвятая служба информации Толерадоя компании Гомель, у студы Наталья Игнатенко, доброй ранницы. У Гомелли завершается проведение схода у працовных коллективов по вылучении уполноваженных на Городский сход. Миновата на им будут обраны 75 делегатов от областного центра на 5-й Усебелорусский народный сход. За процессом голосования назирали наши корреспонденты. У 11-й Гомельской средней школы на сходе працовного коллектива 65 из 80 работников. Это научальная установа, а тому собрать одночасово всех наставников просто немогчимо. Меж тем квором есть, а там у агульной схода мерковывая головная пытанья – выбранье уполноваженных на сход городский. Минавито там и будут огучены имены делегатов. Напереды дни во всех подразделениях школы отбылось обмеркование кандидатуру полноваженных. Выбирали самых достойных. По таких же якостях, напевно, потом будут собраны и непосредственно делегаты. Я считаю, что кандидат, который будет делегатом 5-го Всебелорусского народного собрания, должен быть человек, который знает, чем живет страна, который знает, какие есть проблемы, который должен видеть пути разрешения этих проблем и который является человеком ответственным прежде всего на своем рабочем месте. В Гомельском Державном Техническом Университете имя Сухого на городский сход обраны опять уполноваженных. Тут так само доброведаются, яких выников чекают от работы 5-го Всебелорусского народного схода. Перш за все, необходимо обмерковать на керунки развития Беларуси на наступные 5 годов. Ректор университета Сергей Тимошин был удельником попереднего форума. Кажет, что и на посаджениях, и в кулуарах тут обмерковываются вопросы с оправдой державного узровня. Причем во всех сферах, включающие эдукацию. Для высшей новочальной установки это программа перспективного разведца. Образование является стратегическим ресурсом. Необходимо менять структуру подготовки специалистов в соответствии с нужными запросами экономики. Готовить прежде всего инженерно-технических работников и других востребованных специалистов в народном хозяйстве. Олег Синцюроу, Сергей Нігеревич, Игар Марищенко, телерадиокомпанія «Гомель». Администрация «Гомельского технопарка» приняла решение об регистрации с 1 червеня еще одного резидента. Такое решение было огучено подчас подведения выника удейностей этой установы. Чим могут гонориться хамельчане и какие перспективы чекают зарегистрованные тут компании, ведая Олег Синцюроу. В 2011 году «Гомельский технопарк» начинался с шести резидентов. Сегодня тут працуют уже 25 компаний, две трети из которых занимаются IT-технологиями. В этой сфере у наших предпринимателей оказался вельми великий потенциал. В уголе тем, 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 чем чином за IT-технологиями связаны практически все распроцовки резиденту технопарка. По великим рахункам расслаблять этот факт нескладанно. Высокие технологии, бизнес инновацийные, тому у значной ступени рискованным. Технопарк им тнется минимизовать максимумыстраты. Это точка, где идеи бизнеса, а тем более в сфере IT, IT-услуг развиваются и растут. Без технопарка, я думаю, это было бы гораздо сложнее. По статистике, на протягу двух первых годов на рынку застаётся не больше 40% невеликих приватных предприемств. В технопарках, в этой показке, двоя больше. Их резиденты, звычайно ориентованы на выконание соправды запотребованных проектов. На рахунку товариства «Бордерсофт», сопрацовниц с Державным пограничным комитетом и Национальным банком, сегодня в этой резиденте Гомельского технопарка ожитивляю совместный проект с Министерством по податках и сборах. Необходно створить для предприемства программу, якая будет уличивать усе новое увядение от динаминации до электронного декларования. Мы работаем с микрофинансовыми организациями практически всей республики. То есть, там автоматическая отправка кредитных историй в управление кредитный регистр. Сейчас вот как бы тестируем электронный счёт фактуры, в принципе, та же история. То есть, создаётся некий сервис, который будет позволять в автоматическом режиме отправлять электронный счёт фактуры. Иснует достатково распрохюдженная думка, что технопарки – люстерка экономики. В этой кропке гляджине ситуация не самая горшая, особливо в сфере высоких технологий. Всё это выручка от реализации товаров и послуг резидентов Гомельского технопарка перевысила уже 12 миллиардов рублёв. Рост экспорта больше 300%, при том, что и летость. Выники были далёко не самыми горшими. Более 53 миллиардов составила выручка, причём порядка 30% от этой выручки. Это экспорт услуг, которые наши резиденты экспортировали в страны дальнего, ближнего зарубежья. Очень радует, что география экспорта постоянно расширяется. В числе стран, в которые поставляют свою продукцию, услуги, наши резиденты, такие страны, как Соединённые Штаты Америки, Гонконг, даже Чили, Россия, страны Евросоюза. Олег Сентяров, Игорь Мариченко, телерадио «Компания Гомель». На 12-м национальном конкурсе «Друкованных сродков массовой информации» газета «Светлогорские новины» трапила у лік номинантов на гран-при. А черговую золотую літеру у Гомель привезли журналисты «Гомельских ведомостей». В этом году организаторы вырешили проводить для республиканских и региональных СМИ один конкурс. Тем более, значное можно лечить отриманную у Знагароду. Усягон на национальный конкурс «Друкованных СМИ» селета было подадено каля 230 заяв. Гомельские ведомости стали переможцами у номинации «Лепшие материалы экономической тематики». Уже некольких годов на сторонках выдания иснують рубрики и тематичные сторонки по святлении реализации державных программ экономичного развития. Промысловость, вестки, спротприемство, импортозамещение, финансовая дисциплина. Гэта только некоторые проекты, якие користаются популярностью учитачоу. У минулым годзе у «Гомельских ведомостях» з'явилисься новые рубрики, якие высоко оценила журы 12-го национального конкурсу «Друкованных сродков массовой информации». Один из них – это про бизнес, в котором мы рассказывали о молодых инициативных предпринимателях, открывших свое дело. Еще один проект – это айтишники, который рассказывал о развитии сферы информационных технологий, о экспорте этих услуг. Новый микрорайон з'явится у ближайшие годы у областным центры. Не меньше, как 12 шмат поверховок побудуют в помощь с улицы Федюнинского. На месте будущей забудовли побывала Марина Северьянова. Когда разговор идет о будовнецстве нового микрорайона, тут шагается, что кроме домов тут з'явится и вся необходимая инфраструктура. Школа, детячий сад, поликлиника. Так и будет, но не одразу. Взведение группы домов обумовлено попытом на квартиры людей, которые имеют потребу по лепшению жильевых умов и готовы будовать их по коммерциным кошкам. Зараз это прикладно 7 миллионов за квадратный метр. Группа жилых домов смешанной серии на любой вкус и цвет, и КПД, и широкий шаг, и в разной этажности. Сейчас мы ведем проектирование и заканчиваем проектирование самого микрорайона сетей. Через пару месяцев мы начнем уже проектирование конкретных домов. Ну и в следующем году мы надеемся уже начать туда подбираться объектами, потому что ПСД будет готово. В принципе, проведем какие-то интернет-опросы на метрбай, чтобы люди голосовали, какие-то предложения свои вносили. Как вядомо, колькость домов, которые заразбудуют подержзаказе, за непростых экономичных умов скорочается. Все лето, например, их з'явится на 10 меньше, чем летость. А квартиры у коммерциных домах продаются на достатково примальных умовах. У делу долевым будовництве продугледживает и продаж квартир с минимальной надбавкой. Это как раз для тех, кто стоит на улику для поляпшения жильевых умов. Одним из основных направлений строительства сейчас является развитие работы с нуждающимися. Конечно, да, есть определенные трудности в кредитовании, мы все знаем. Кредитование идет не так активно. И та программа государственного заказа, которая была когда-то, она уже сокращается. Тем не менее, это направление мы не оставляем и принимаем активную работу по проектированию новых домов, групп домов и микрорайонов. Это точечная застройка в микрорайоне 104. У нас есть несколько площадок, которые мы хотим определить для нуждающихся. У нас есть микрорайон 94-96, как группа домов, уже запроектирована группа из четырех домов. Пока, конечно, это шло проектирование программы государственного заказа, тоже для нуждающихся. И мы посмотрим. То есть, если будет финансирование, то, возможно, это развернется как государственный заказ. Но если нет, в принципе, или частично, не полностью, если он будет реализовываться, то мы готовы к тому, чтобы с жильцами, с дольщиками, с нашими нуждающимися работать по условиям долевого строительства. Не варто забывать, что люди, которые набили квартиру по нельготным кредитам, могут отримать финансовую допомогу державы в его погашении. На ее можно различить при народжении детей. 60 миллионов выдаются при заявлении первого и 122-го детяти. Кроме того, в Беларуси существует система будущих сбережений. Об ее подробно можно доведаться в Беларусьбанку. Марина Севериянова, Валерий Гапанько, Телера, Део, компания «Гомель». Профсоюзная адукация в Беларуси. Подрихтовка кадров, их запотребованность и перспективы. Сустреча по этой теме в рамках 20-й Республиканской науковой конференции студентов, магистрантов и аспирантов отбылась в Международном институте прационных и социальных отношений. За круглым столом ее обмерковали потенциальные работодавцы будущих выпускников ВНУ. Сироду дельников, представники бойных предприемств, организации и ведомства Гомельской области. С керавнистом научальной установы яны обмерковали узровень подрихтованности выпускников, их конкурента сдольность и запотребованность на рынку працы. Сегодня в Беларуси это одиная профсоюзная ВНУ. Тут рихтуют кадры для всех галин народной господарки именно витра с профсоюзным ухилом. Такой форум представительный позволит выяснить, может, те проблемы у нанимателей, которые, в общем-то, их интересуют. И все они будут обсуждены. И те выводы, которые мы сделаем по результатам этого обсуждения, они пойдут в основу и, может быть, будут скорректированы обучающие программы по подготовке специалистов. Гомельская область зараз один и в Беларуси, где проводится творчий конкурс «Семья года. Сярод минавито приемных семья». В этом году он пройшел в пятый раз. Об Уделе заявили 12 детских домов «Семей Наготыпу». С их же харами и организаторами конкурса сустрились наши корреспонденты. В 2002 году в Гомельской области началась доброченная программа «Будь моим батьком». За годы ее иснования дополняли разные мероприемства, одним из которых стал конкурс «Семья года». В пятый раз по традиции Уделников принял областный палат творчасти детей и молодых. За перемогу спрошелся 12 проемных семей с Кармянского, Нараулянского, Житковицкого, Светлогорского, Брагинского и других районов области. Семьи, которые приезжают на конкурсы, они приезжают и увидят друг друга. Это как бы передается опыт одной семьи к другой. Еще один немаловажный вопрос – это общение между семьями. Они делятся какими-то проблемами, какими-то наработанным опытом. Потому что это не так все просто. Деток-сирот, которые были запущены психологически, в учебном плане, очень тяжело выводить свет. Но благодаря таким патриотам, нашим родителям, сегодня огромное им спасибо. Любовь Владимировна Степанцова выховала с мужем пятерых своих детей. Была узнагороджена орденом матью. После того, как дети разлетелись, Жанчина вырешила взять на выхование приемных. Все не у Степанцовых шастера таких детей. Трое девочинок и трое хлопчиков. До речи, в конкурсе семья удельничает с момента его заснования, с 2012 года. Хотел бы еще сказать слова благодарности организаторам этих мероприятий. Как дети развиваются, детям это очень нравится. Дети в восторге от того, что они видят, какой-то опыт приобретают. На суд жюри удельники представили выставу работ ручной працы, фотоальбома и концертное выступление. Первое место по выникам всех конкурсных этапов заняла семья Митраховича из Нароли, у которой выховывается 9 приемных детей. Переможцы, кроме других призов, отримали головный символ белорусского детячего фонда – статуэтку «Буслан». До речи, в этом конкурсе корыстные подарунки организаторы подрихтовали для каждой семьи, незалежно от суммы набранных баллов. Ганна Ковалева, Катерина Сапельникова, Ялген Макенко, отеля радиокомпания «Гомель». У Беларуси стартовала республиканская акция под назвой «Не покидайте дятей». Она промеркована до Международного дня семьи и дня обороны дятей. Галунам это не просто заховать житё и здоровье дятей, а ле навучить их правилам беспечного жития деяния. Галуны обовязки по проведении акции ускладены на подразделении Министерства по надзвычайных ситуациях, Белорусское товарыство «Червоного крыжа», громадские объединения и установы культуры. Так, например, представники товарыства «Содейничание пожарным и выротовальникам» организуют для детей викторинные конкурсы, наведывают социально небеспечные семьи, детячие домы. На другом этапе до акции повинны долучиться установы охоты здоровья, адукации и физкультурно-оздоровленческие комплексы краины. Учим наших детей очень многому, начиная с детского сада и дальше, и дальше, и дальше. Но не учим их элементарным вещам, как выживать в этом беспокойном мире. Поэтому я убедительно прошу, чтобы не только тех, кто в силу своих должностных обязанностей, еще что-то, поучаствовал в этой акции. А это акция, я бы сказал, всенародная. Это акция не ради галочки. Это акция направлена на то, чтобы каждый задумался о судьбе наших детей. ГТ и другие новинки вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.teveragomil.by. На этом выпуск завершен. У студии працювала Наталья Игнаценко. Усяго вам доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин